В поселке Орджоникидзовский сегодня привезли самое большое в мире Знамя Победы. Его в нашу республику доставила команда международного проекта «Непокоренные». За мероприятием около мемориального комплекса с защитником перевалов Кавказа наблюдал наш корреспондент Артур Мкце. Месяц назад около этого мемориала с защитником перевалов Кавказа в Карачаево-Черкесии появилась поляна памяти, созданная из десятков тысяч стрелянных гильз. Теперь там же было развернуто самое большое в мире Знамя Победы. Патриотические акции в поселке Орджоникидзовском впечатляют своим размахом. Нынешнее мероприятие стало возможным благодаря команде международного проекта «Непокоренные» региональным министерством культуры и по делам национальности, а также воспитанникам нескольких образовательных учреждений республики. Память, я считаю, она вечная. И вот эту память мы должны пронести через все поколения. И поэтому вот это мероприятие, оно особенно важное для нашей молодежи, для подрастающего нашего поколения. До этого мы посетили Волгоград, республику Калмыкию, Дагестан и Грозный. Там мы тоже разворачивали Знамя Победы. У нас очень много людей принимают участие. Они все очень активные, все очень понимают, что это за знамя и очень трепетно к нему относятся. Я лично запомнила несколько людей, которые чуть ли не плакали, разворачивая знамя. Для них это было очень близко к сердцу. Участники команды и воспитанники образовательных учреждений Карачаево-Черкесии отдали дань памяти погибшим защитникам Родины, возложив цветы к вечному огню. После чего выстроились в шеренги на поле, принимая края красного стяга размером 35 на 65 метров. Натянутая и развиваемая на ветру полотнище служила символом стойкости духа воинов, отстоявших свою землю. Как отмечают организаторы проекта, в нынешнем году совпали сразу несколько юбилейных дат важнейших исторических событий Великой Отечественной войны. 80-летие Сталинградской битвы и битвы за Кавказ, а также победы на Курской дуге. И столетие со дня рождения Расула Гамзатова, автора самого проникновенного гимна о солдатах, отдавших жизнь за свою родину. Чтобы объединить эти три повода и на Кавказе вспомнить те бои, те перевалы, которые защищали защитники Кавказа, чтобы вспомнить то, что многонациональный народ, единый народ, плечом к плечу, уничтожал нацизм в сложнейших условиях, не жалея жизни, из деревень уходили мужчины. Целые республики оставались без мужского населения в том объеме, в котором они привыкли. Мы решили, что было бы правильным, если бы самая большая в мире зная победа развернулась на Кавказе. И каждый субъект с нами вспомнил бы о том, что есть слава предков, что есть гордость. Артур Мухцев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия.